Мышка пробежала, хвостиком махнула и принесла с собой много проблем. Симптомы появились внезапно, рассказывает Максим Попов. В больницу мужчина попал три года назад, когда отдыхал на море. Диагноз – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Сейчас он делится своей историей с улыбкой, но тогда ему было не до смеха. Чтобы восстановить организм, потребовался год. Максим лишился работы, перспектив и даже некоторых знакомых. Сейчас все это в прошлом, но печальная история запомнится навсегда. Симптомы сопровождаются галлюцинациями. Ночью реально помутненное сознание. Температура у меня до 46 дошла. Сбивали жесткими антибиотиками. Я обколот был максимально, где только возможно. Я не игрался с мышами, не пил кровь летучих мышей. Я просто где-то коснулся либо травы, либо деревяшки. В народе геморрагическую лихорадку называют мышиной. Переносчиками болезни являются рыжие и красные мыши-полевки. Иногда – кроты и суслики. Чаще всего люди заражаются через пыль, которая содержит мелкие частички мышиных фекалий. Стоит отметить, что от человека к человеку вирус не передается. Обычно с момента попадания инфекции в организм до появления первых клинических симптомов может пройти от 7 дней до полутора месяцев. Но в среднем инкубационный период составляет примерно 2-3 недели. Вирус поражает кровеносную систему, но сильнее всего влияет на почки. Заболевание начинается с высокой температуры, как правило. Затем начинается период почечных проявлений. Боль в пояснице, снижение количества мочи, снижение остроты зрения. Мы таких пациентов госпитализируем, мы лечим. У нас схемы лечения отработаны. Ну, конечно, бывают тяжелые формы, но у каждого есть какие-то для этого индивидуальные особенности. Но чем раньше человек обращается, тем больше вероятность того, что заболевание будет протекать благоприятно. Вакцины от этой болезни нет. Если появились симптомы заболевания, выход один – обратиться к врачу. Чаще всего мышиной лихорадкой заражаются дачники. Чтобы защититься от грызунов, Александр Глубоков использует проверенное средство – крысиный яд. Внешне гранулы похожи на маленькие горошины, зато польза от них большая. Они в основном бегают по углам, и там, где какие-то трещины есть, туда их закидываем, и они травятся из-за этого. И плюс у нас прекрасные помощника с собой привозим – это кошка наша, Риза. Уберечь себя от неприятностей помогут осторожность и правила личной гигиены. При первом посещении дачного участка весной важно провести влажную уборку дома. Для этого можно использовать любое хлоросодержащее средство. Важно тщательно вымыть жилище, протереть все поверхности. Чтобы избежать заражения мышиной лихорадкой, при уборке защищаем руки резиновыми перчатками, а лицом – вот такой вот маской или марлевой повязкой. Также специалисты рекомендуют не пить воду из открытых источников и не употреблять в пищу испорченные и немытые продукты. Эти простые правила помогут предотвратить заражение мышиной лихорадкой. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События.